Сергея Помазуна, которого подозревают в расстреле шестерых человек в центре Белгорода, после допроса отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Накануне предполагаемого убийцу поймали на железнодорожной станции. Он пытался уехать из города на товарном поезде. Во время задержания Помазун оказал яростное сопротивление и серьезно ранил полицейского. Подробности в материале Олега Пособина. Сергей Помазун лежит на земле. Руки закованы в наручники. Тем не менее, один из полицейских не отходит от подозреваемого ни на шаг. Спустя час после задержания мужчина очень возбужден, зрачки расширены. При этом, говорит он медленно и объясняет свой поступок довольно странно. Я детей не стрелял. Я отстрелял. Кого? От. Патруль транспортной полиции заметил стрелка ночью, в паре километров от железнодорожной станции. Помазун шел по шпалам при виде стражи порядка. Он повел себя спокойно, однако затем вдруг неожиданно набросился с ножом на одного из сотрудников линейного отдела. Серьезно ранил Юрия Седых. Майор первым попытался скрутить опасного преступника и едва не лишился глаза. Уже в больнице офицер рассказал о деталях задержания. Я увидел в самый последний момент, когда он пытался скрыться, просто он нанес удар и не успел на вас реагировать сразу. Но в дальнейшем все-таки я его сумел сдержать. Ребята помогли тоже. Очевидно, помазун пытался покинуть зону оцепления в одном из товарных вагонов. Сопротивлялся он отчаянно. После того, как мужчину скрутили, он еще долго кричал, проклиная всех вокруг. При нем не было ничего. Ни огнестрельного оружия, никакого, ни винтовок, ничего. В Белгороде ночная операция вызвала большой переполох. К железнодорожной станции в считанные часы сбежались сотни местных жителей, которые требовали для задержанного самого сурового наказания. Четвертоват. Смертный газ. По версии следствия, именно Сергей Помазун в понедельник переехал на иномарке в магазин «Охота», где в упор из карабина «Сайгара» стрелял двух продавцов и покупателя. Камера, установленная в банкомате, зафиксировала, как он входит в магазин, спустя несколько минут выбегает на улицу, гремят выстрелы. Вот один из случайных свидетелей прячется за автомобиль. Рядом с магазином Помазун убил еще троих прохожих, в том числе двух школьниц. Затем скрылся на внедорожнике BMW X5. Как выяснили полицейские, и машину, и ружьен взял у своего отца. В спецоперации приняли участие почти полторы тысячи стражей порядка. Ориентировки направили в соседние области России и на Украину. Полицейские перекрыли все выезды из Белгорода, досматривали машины и провели обыски в домах, где мог прятаться убийца. Кто со мной? Не, а я с тобой, давай. Не страшно стало. Нет, нет, нет. Ты же всплывался. Уже известно, Сергей Помазун четыре раза сидел в тюрьме за кражи и угон. Кроме того, есть данные, что он проходил принудительное лечение в психиатрической больнице. Скорее всего, в ближайшее время будут назначены сразу несколько экспертиз. Судя по первым словам задержанного, он либо действительно серьезно болен, либо просто хорошо симулирует психическое расстройство. Жизни полицейского, который скрутил Помазуна, уже ничего не угрожает. Врачи провели операцию в руководстве. МВД заявили, что выпишут премии всем, кто принял непосредственное участие в задержании белгородского стрелка. Олег Пособин, Светлав Зверев, экстренный вызов.